Доброе утро! Давайте начнем нашу пресс-конференцию. Тима Динамо-Минск Артем Телединский. Может быть, мы можем начать с комментатором. По игре, то, что получилось вообще первые минуты для нас, на нас ушат, есть такая поговорка, ушат холодной воды. Мы не были готовы, точнее как были готовы, но для нас была первая атака, и мы пропускаем гол. На чужой половине это, конечно, не очень хорошо. Второе, что хочу сказать, наверное, мы пока что не привыкли, именно наша команда, играть, наверное, в такой атмосфере, просто очень сумасшедшая атмосфера. Нам в Беларуси, конечно, не хватает футбола под таким давлением, помощи болельщиков. Переводите, пока что легче было. Да, конечно, я много наговорил. В принципе, старались выдерживать структуру в игре, то, что ребят просили. При этом получались пару атак, которые мы хотели видеть. Единственное, что, наверное, чуть-чуть не разобрались в плане обороны, где должны были перестраиваться, кто кого встречать. Из-за этого у нас проблемы возникли на флангах. Очень много атак прошли через фланги соперника. Что касается перерывов, в перерыве сделали небольшие корректировки. Мы сделали две замены. Из-за того, что никогда не успевали, нам надо было освежать, потому что ребята нагрузились и хотели перевести в игру, чтобы был контроль мяча, чего еще не хватало в первом тайме. Если говорить по счету, то сказать, что не то, что довольны. Просто этот счет нас оставляет еще в игре. Конечно, нам тяжелее было, если бы был счет 2-0. Что касается преимуществ, я рассказал, что немножко мы не разобрались в этих эпизодах. Но 2-1 – это счет, который мы еще остаемся в игре. В погоде тяжело привыкнуть, потому что я уже говорил, что все-таки мы не привыкли в этих климатических условиях играть. Но я думаю, что следующая игра мы играем без зрителей. Нам будет легче намного. Он спросил, как вы не видели прошлые игры? Как вы не знали, что у Бершевы столько болельщиков? Да, это мы знали. Но я еще раз повторяюсь, в Беларуси в такой атмосфере именно футбольной очень тяжело. Нам этого и не хватает. Если бы мы могли в таких стадионах, нам было легче, конечно, психологически. Мы будем стараться, говорится, тяжело. Потому что если брать саму команду, то есть у соперника очень хорошие футболисты. И, конечно, если брать общую стоимость, наверное, футболистов и команды в целом, то она выше, чем наша команда. Но в плане того, что мои ребята старались, как бы хотели продемонстрировать свое мастерство, в принципе, некоторыми моментами я доволен. Как тренер и как спортивный человек, что вы думаете про это, что вы не можете сделать домашние игры сейчас, играть дома? И это не спортивно, спорт это не так, он не разделяет. Ну, согласен, но это же не от нас зависит. Ефа не разрешила нам играть у себя дома. Конечно, когда ты приезжаешь домой, все равно это родные сцены, где есть свои болельщики, которые в любом случае, у нас уже как бы второй год, нет европейских кубков, и сборная не играет. Наверное, люди соскучились. То есть, если бы мы могли играть дома, то есть, я думаю, что для людей был бы тоже, наверное, праздник. В принципе, я не хочу кого-то лично там выделять, но команда очень хорошо сбалансированная. То есть, игроки, которые и в опорной зоне играют, носят, то есть, я как бы по фамилиям не буду знать, в каких они позициях играют. И крайние защитники, очень мобильные ребята. То есть, видно, что команда хороших футболистов, очень хорошие по оснащению техническому. И видно, что я, наверное, выделил бы больше, наверное, всю команду. То есть...